всем привет меня зовут инга я преподаватель русского языка сегодняшняя тема тире между подлежащим и сказуемым для начала необходимо вспомнить что такое предложение предложение это основная синтаксическая единица это слово или несколько слов мы помним что предложение это законченное высказывание без чего предложение не может существовать предложение обязательно должна быть грамматическая основа что такое грамматическая основа грамматическая основа это главные члены предложения какие главные члены предложения мы знаем и всего два подлежащие и сказуемое. Мы знаем, что подлежащее и сказуемое могут быть выражены разными частями речи. Рассмотрим примеры. У подъезда сидит собака. Ищем подлежащее. Подлежащим здесь является слово собака. Собака что делает? Сидит. Сидит это сказуемое. Смотрим, чем же выражены главные члены в этом предложении. Собака это подлежащее. Подлежащее, которое выражено существительным. Сидит это сказуемое, сказуемое, выраженное глаголом. Рассмотрим второе предложение. Она очень красивая. Подлежащим здесь является слово она. Сказуемое здесь это слово красивая. Смотрим, чем же выражены главные члены в этом предложении. Она это подлежащее, 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 которое выражено местоимением. Красивое это сказуемое, как мы сказали. Сказуемое, выраженное именем прилагательным. Рассмотрим еще один пример. Собака, друг человека. Ищем подлежащее. Подлежащим здесь является слово собака. Собака это кто? Друг. Друг это сказуемое. Смотрим, чем же выражены главные члены в этом предложении. Собака это подлежащее, выраженное именем существительным. Существительным в именительном падеже. Друг – это сказуемое. Сказуемое, выраженное также именем существителем в именительном падеже. Вы, наверное, обратили внимание, что здесь между подлежащим и сказуемым ставится тире. Почему? Причину мы уже объяснили. Можем сформулировать правило. Если и подлежащее, и сказуемое выражены именами существительными в именительном падеже, то между ними необходимо поставить тире. Разберем еще пример. Музыка – мой любимый предмет. Музыка – это подлежащее. Предмет – это сказуемое. Музыка – что это такое? Предмет. Мы видим, что и подлежащее, и сказуемое выражены существительными в именительном падеже. Значит, перед сказуемым необходимо поставить тире. Здесь не прямо перед сказуемым, перед группой сказуемого, перед словом «мой» в данном случае. Разберем еще один пример. Иван Петрович – наш учитель математики. Иван Петрович – это подлежащее. Определяем сказуемое. Иван Петрович – кто он такой? Учитель. Учитель – это сказуемое. Иван Петрович – это существительное в именительном падеже. И учитель – это тоже существительное в именительном падеже. Мы видим, что и подлежащее, и сказуемое выражены именами существительным в именительном падеже. Значит, между ними необходимо поставить тире. Необходимо обратить внимание на то, что в таких предложениях перед сказуемым довольно часто используются специальные указательные слова «это» и «вот». Если мы их используем в предложении, то тире необходимо поставить перед ними. Например, Москва – это столица России. Москва – это подлежащее. Москва – что это такое? Столица. Столица – это сказуемое. Мы видим, что и подлежащее, и сказуемое выражены именами существительными в именительном падеже. Кроме того, перед сказуемым стоит указательное слово «это». В данном случае мы поставим тире перед словом «это». Семья – вот главная ценность. Здесь, в этом предложении, подлежащим будет слово «семья». Семья – что это такое? Ценность. Ценность – это сказуемое. Мы видим, что и подлежащее, и сказуемое выражены именами существительными в именительном падеже. Кроме того, перед сказуемым стоит указательное слово «вот». Необходимо в этом предложении поставить тире. Этот пунктуационный знак мы поставим перед указательным словом. Итак, подведем итоги. Мы сегодня выяснили, что между подлежащим и сказуемым ставятся тире, если оба главных члена выражены именами существительными в именительном падеже. Очень простое правило. Что ж, на этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. Встретимся на следующем занятии.